Восстановительная тренировка Восстановительная тренировка Восстановительная тренировка И контролировать игру. И в целом у соперника была бы задача отыгрываться. Поэтому получилось все иначе. Соперник забил первый. И потом уже нам приходилось раскрываться, создавать моменты и идти вперед. Вчера ряд футболистов были ротированы. То есть порядка шести замен было. Ты всю игру провел на поле. Как вообще самочувствие, ощущения? Потому что играл ты третьего, да, получается. И вот сейчас четвертого, да, прошу прощения. И сейчас игра уже восьмого. Да, в целом по самочувствию нормально все было. Особенно первый тайм чувствовался хорошо. Не было каких-то сложностей. Поэтому мы опять же прекрасно понимали, что матч простым не будет. И со шведами, в принципе, играли. У нас, скажем так, был должок. Мы должны были, играли дома перед всеми болельщиками. Должны были порадовать их. Но, к сожалению, нам это не удалось сделать. Почему с шведом сложно забить? Мы в предыдущем розыгрыше Лиги нации в двух матчах не смогли им забить. Вот сейчас один мяч лишь в компенсированное время. Там, может быть, хорошо выстроены обороны? Или вот в чем здесь, как видишь, причины? Ну, команда в целом достаточно хорошая. И они это на протяжении долгого времени показывают. Организованы, хорошо перемещаются, выполняют установку тренерскую. Поэтому, повторюсь, вчера первый тайм был достаточно интересный. Нужно было в эти минуты нам забивать. И я думаю, что потом сложности бы не было. В сборной Турции следующий соперник. В сборной России со счетом 3-3 они сыграли в Германии. Не знаю, смотрел ли игру вообще? Какие-то отметили для себя вещи, связанные с ближайшим уже оппонентом? Нет, матч не смотрел. Знаю только результат. Это и о том, что команда очень высокого уровня. Нам приходилось с ними встречаться несколько раз. И мой дебют был со сборной Турции. Поэтому техничная команда, обученная, квалифицированные футболисты. Поэтому я думаю, что нас ждет очень серьезный соперник и очень сложная игра. Продолжение следует...